Ребята, для тех, кто с магией не знаком, познакомитесь, материал очень хороший, нежный, легкий в работе, податливый, то есть работаем в один слой, достаточно легко, даже для новичков. Главное не перестараться и правильно делать всю последовательность работы. Это не портит его предназначение, потому что он все равно такой игривый, вот эти мазочки можно делать больше и меньше, это все зависит от заказчика, надо все равно сделать образец, показать, и это все делать, или отобрать, или отобрать. Ну, многое из классных материалов, это один из них, поэтому вы будете знать, будете использовать в своих работах. Как ни крути, не красится с цветом, материал очень игривый, то есть в любом случае он не оставит однозначный, однозначно тот материал, который заказчикам обычно нравится, поэтому вполне можно его использовать. Несколько штрихов, как наносить материал, в процессе, как раз посмотрим, как мы с этим работаем. В общем, набрали, немножко внахлёст, извиняюсь за звук, здесь эхо. Немножечко внахлёст, извиняюсь за материал. В данном случае, как вы видите, я наношу жирно, потому что меня интересует фактура. Вот, и долго не дожидаясь, начинаем подформировать. То есть, ну, заритушку такую соединили. Вот так, извиняюсь, рушили материал, и далее даем немножко отдать влагу. Ну, я сейчас на кусочках показываю. Можно брать где-то по полквадрата, по квадрату, все зависит от температуры. Вот, сейчас немножко влагу отдаст, подмотовится, и уже подформируем этот рисунок. Прошло буквально несколько минут, материал уже отдал немножко влагу. И, в принципе, манипуляции с этим высокачиваем. Здесь тоже много ненужно играться. То есть, нанесли, сформировали, взярошили. И сейчас просто подформируем. Ну, мы видим, где у нас начинается завиток. Вот с него мы и начинаем. Дальше уже он идет в хаосе так, как он уже идет. Как рука ложится, так и подформировываем. Главное здесь зацепиться. Вот завитушка идет полумесяц, как бы, левый сверху вниз. Ну, вот его и продели, и пошли. Точно так же ниже, с заходом на этот рисунок. Все, этого достаточно. Сейчас, вроде бы, материал мокрый. Кажется, все однородное, но когда он подсохнет, внутряжки станут более матовые, горбушки более перламутровые, с таким виниловым эффектом. И за счет перелива вот этого бархата и матовых мудряшек будет создаваться такой, как бы, рисунок 3D-формата. Ну, в своем роде. Такой объемный рисунок. Будет казаться, как будто бы он такой прям явно выраженный. Все, ребята. Итак, опускаемся вниз. Скажем, ничего сложного в этой технике нет, потому что она вообще простая. Рисунок, как я уже упоминал, в зависимости от того, от вашей творческой фантазии, от того, как у вас рука выставлена. То есть, ну, лучше подкрываться на образце и уже делать приблизительно тот рисунок, который уже кому-то понравился и вам понравился. Вот. Если мы работаем на одном месте уже достаточно долго и нас что-то раздражает, и мы уже там 5-6 подходов делаем, это означает, что что-то было изначально сделано не так. То ли много материала, и вы его просто перелаживаете с места на место. Вот. То ли материал очень жидкий, и вы его постоянно подбрасываете. То есть здесь надо разнести правильно материал, нанести, сформировать и до конца момента, когда между нижним слоем, ну, так нанесено неравномерно, то будут мотовые такие проплеши. Это говорит о том, что можно приступать уже к формированию окончательного рисунка. И за кемом будет, соответственно, уже идти материал тянуться так, что рисунок будет формироваться легко. Поэтому максимально 3 подхода. Если их больше, значит, что-то идет не так. Обратите на это внимание. Может, дольше подождать надо. Перед тем, как формировать. Вот и все. Ну, ребята, приятного просмотра. Я больше не буду отсидировать это внимание. Сейчас заканчиваю и демонстрирую уже полностью этот кабинет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...